На этот раз участников и правда было больше. Порядка 20 человек. Значительное количество жалоб по традиции связано с индустриальным районом. Второй троллейбус, да, он был мне очень удобен, когда я ездила до цирка, до работы. Он вообще очень удобный. Он всегда был очень переполнен. Я не знаю, почему он вдруг оказался невостребованным. Он никак не может дублировать 11 трамвая. Вот ни в какой мере. У нас же трамвайные пути все-таки по улице Мира идут. И 11 трамвая, он тоже нужный, нужный трамвай. Но его вообще бывает, он бывает, редко ходит. К слову, с 1 июня маршрут 11 трамвая продлили от остановки школы 107 до Осенцов. Казалось бы, очень удобно. Теперь работники крупного промышленного узла напрямую могут добираться до работы. Практика показала, действительно могут, но через раз. Мне нравится, что у нас сейчас два 11 трамвая идут, потому что люди путаются. Кому ехать до Осенцов, допустим, он подходит, а там 11 укороченный. Хотелось бы, чтобы цифры хотя бы поменяли. На пикете начали сбор подписей за возвращение на прежние маршруты 3, 4, 20, 60 и 80 автобусов. А также восстановление упраздненных автобусов номер 2, 11 и 30 и 2 троллейбуса. Организаторы считают, общественный протест, закрепленный на бумаге, заставит власти реагировать активнее. Ведь встреча с руководителем департамента дороги транспорта не принесла желаемого результата, говорит Сергей Андреянов. Власть-то на самом деле на диалог не идет. То есть была встреча, да, был разговор о совместном мониторинге. Но мониторинга нет. Ни одного звонка, ничего с прошлого вторника не сдвинулось с места. То есть я так понимаю, что это была попытка просто сбить какой-то нокаут, дать обещание и все ставить как есть. На пикете звучали мнения, что корень бед единой маршрутной сети в том, что автобусные маршруты отданы на откуп частным перевозчикам. И решить наболевший вопрос может лишь передача автопарка в муниципальную собственность. К слову, несколько лет назад эту идею уже обсуждали в Пермской городской думе. Александра Михеева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.